Всем привет, с вами Стас Быков и сегодня поговорим про YouTube Shorts. Это короткие вертикальные видеоролики, чем они отличаются от сюжетов и как их монетизировать. Погнали! Давайте вместе с вами сейчас будем в этом разбираться, потому что на YouTube это все в стадии тестирования. Потому что шортсы в бета-версии сейчас и не во всех странах доступны. Сейчас давайте сразу обсудим, потому что возможно вы эту кнопочку у себя не видели в мобильном приложении. В данный момент страны, где доступны короткие вертикальные видео YouTube Shorts. Здесь это Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Индия, США, Перу, Панама, но России пока здесь нет. Поэтому не удивляйтесь, если вы в мобильном приложении, когда нажимаете на кнопочку плюсика, не видите добавить YouTube Shorts, добавить короткое видео. Если у вас это уже появилось, то отпишите обязательно в комментариях. А как же тогда работать с YouTube Shorts, с короткими видеороликами? Потому что сейчас их очень много выгружают на российский YouTube именно и набирают миллионные просмотры. Я специально для этих целей веду третий отдельный канал, где выгружаю YouTube Shorts. И сейчас еще посмотрим статистику, как я там делаю оптимизацию и получается ли вообще набирать просмотры. У меня все-таки образовательный контент и развлекательную нишу я пока не затрагиваю. Давайте посмотрим, чем же отличается от сюжетов. Потому что есть вопрос, короткие видео, сюжеты, большие видеоролики. У многих путаница. Сюжеты нужно понимать. Это, можно сказать, короткие ролики до 15 секунд. Это как сторисы в Instagram. Если вы Instagram пользуетесь, то у вас должно быть понимание. Потому что по оформлению они одинаковые. Сюжеты появляются на каналах от 10 тысяч подписчиков. В этом случае вы можете оставлять короткие видеоролики, которые хранятся 7 дней. Еще в творческой студии они потом 30 дней у вас на канале остаются и вообще исчезают бесследно. Поэтому здесь есть отличия от коротких видео, которые остаются на канале навсегда. И от сюжетов, которые пропадают. Вот это основное отличие, которое вам нужно понимать. Сюжеты это сторисы в Instagram. А короткие видеоролики это одна из функций YouTube. Как же они выглядят? Здесь я нашел скриншот. Вот здесь видите, create shorts. Создать короткие видео. Создать shorts. У нас пока в России такой возможности нет. Но будет, когда вот у нас появится кнопочка. Мы сможем подгрузить видеоролик. Или записать его. Добавить музыку. Добавить скорость. Сделать таймер. Это как в тиктоке получается. Потому что сейчас все эти медийные площадки, они перенимают все функции друг у друга. Поэтому здесь нужно понимать, что это все схоже, это все похоже. И самое главное определиться с площадкой и как она там работает. И дальше уже работать в этом направлении. Ну и здесь мы видим, что да, загрузить shorts. Таким образом, вот здесь тоже загрузить. И они находятся на главной странице. Но не только там, да. Потому что есть несколько путей, где можно добраться и посмотреть короткие видео. Здесь я вам тоже специально хотел выделить. Вот зрители могут найти короткие видео в специальном разделе на главной странице. Здесь я вам уже показывал. Вот он, shorts, да, написано. Дальше на вашем канале. То есть они находятся прямо на вашем канале. Между или просто одни короткие ролики. Кто будет комбинировать, моя точка зрения, моя позиция здесь лучше не смешивать. Но об этом мы еще поговорим в конце видео, когда будем делать заключение. Также в разделах рекомендациях, в результатах поиска ютуба есть короткие видеоролики. И в фиде подписок. То есть здесь, конечно же, функционал, как и у больших роликов, которые идут 8 минут, 10, 15 минут, да, короткие видео, они вот так вот распространяются. Более детально здесь можете почитать, кстати, новость. Сейчас ютуб будет монетизировать короткие видео, потому что выделяется вот на этот год и на следующий год 100 миллионов долларов бюджета. И те авторы, у кого успешные шорсы, конечно же, будут на этом зарабатывать. То есть тут нужно понимать, что сейчас все это в бета-тестировании. И пока непонятно, сколько можно заработать, сколько стоит один просмотр в коротком видео, да. Как деньги будут подключаться, потому что ютуб говорит, что даже если у вас нет монетизации, то вы все равно сможете на этом зарабатывать. При условии, при двух, да, что контент должен быть уникальным и отвечать правилам сообщества ютуб. Ну, то же самое, как и с большими видеороликами, но насчет уникальности мне интересно, потому что я уже очень много видел роликов в шорсах, да, которые копируют друг друга. Копируют из ТикТока, в том числе и я, да. Мне было лень записывать отдельные короткие видео, я копировал свои же видео из ТикТока. Может быть, поэтому они не так эффективно продвигались, да. То есть в следующих видео я вас буду держать в курсе новых новостей про короткие видео, поэтому не пропускайте их, подписывайтесь обязательно на канал. А теперь давайте посмотрим статистику моих шорсов. Также можете написать в комментариях, как у вас дела, пробовали ли вы вообще уже загружать эти короткие видеоролики, как у вас со статистикой продвигались. Может, кто-нибудь уже набрал свой первый миллион просмотров в коротких видеороликах. Итак, смотрим. Я выгрузил всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 шорсов. Из них 1, 2, 3, ну можно сказать 2, которые набрали больше всего просмотров, другие так и барахтаются. Там 9 просмотров, 46, 2, 4. Пока точно не могу сказать, с чем это связано, потому что я анализирую данную ситуацию и думаю, как лучше продвигаться. Но одна из причин, мне кажется, потому что я скопировал из ТикТока свои же ролики. Хотя я много встречаю шорсов, которые скопированы из ТикТока и которые продвигаются. Давайте посмотрим аналитику самого популярного шорса. 522 просмотра, да, он набрал. Вот здесь я показал свою студию, давайте его заценим. Я снимаю ролики, вот рабочее место, здесь это задний фон. Вот так вот это выглядит, когда я включаю основной свет. Это вид с моего рабочего стула. Ну, полная версия есть в моем ТикТоке, поэтому ищите меня там, добавляйтесь и смотрите новые ролики в ТикТоке. Итак, посмотрим, как я здесь все оформил. То есть я написал название, моя домашняя студия ютубера. Потом в этом конкретно шорсе я сделал ссылку на свой основной канал. Может быть, это помогло мне набрать. Но мы сейчас перейдем к аналитике и увидим, что это не так. Дальше я в описании написал 300 тысяч подписчиков на ютубе. Добавил хэштег Стас Быков и хэштег Шорс, чтобы ютуб понял, что это Шорс. Потому что алгоритмы ютуба сейчас могут не понять по идее, так как в России шорсов еще нет. Поэтому мы пишем хэштеги или в названии, или в описании, или в тегах. Но в теге я вообще не использую в шорсах, потому что считаю, что здесь не нужно так вот прямо делать оптимизацию, как полноценные видеоролики. Здесь алгоритмы сами должны работать. И давайте нажимаем посмотреть аналитику. Может быть, вы теги используете, тоже отпишитесь, будет интересно. Итак, с момента публикации, с 10 числа, вот прошло уже 2 недели. И мы видим, просмотры идут. Один подписчик даже появился. Вот у меня удержание. То есть 16 секунд ролик идет, и то удержание умудряется упасть очень сильно. Дальше просмотры, показы 445 и просмотров. Интересная статистика, да, показов меньше, чем просмотров. Дальше уникальные зрители 477, и мы опускаемся на типы источников трафика. И здесь мы видим фид, короткие видео. То есть этот ролик, хотя я и добавил в название сноску на свой основной канал, здесь это мне не помогло. И ролик, сейчас, на третий день получается, да, 10, 11, 12, 13 числа он начал продвигаться. То есть фид, короткие видео. То есть в фиде Shorts он начал показываться. Также есть и адресная строка, внешние источники, страницы канала, и даже есть и с поиска один просмотр. То есть мы видим, что да, фид, короткие видео, он действительно работает, он продвигается. Там хоть и 9 секунд просмотр был, относительно других, конечно. Ну он средний, да, есть и 8, есть 5 секунд. Но тем не менее, через фид, короткие видео этот ролик продвигается. Ну и также тут можно посмотреть по взаимодействию, время просмотра. Сразу скажу, короткими видеороликами очень сложно набрать время просмотра. Если вам необходимо, например, для монетизации 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра, вы замучаетесь на самом деле набирать, потому что ролики короткие, и суммируется вот это время просмотра очень долго. Поэтому лучше все-таки сделать упор на полноценные ролики, да. Ну и смотрим, без подписки 97, с подпиской 3%. То есть без подписки основная аудитория пришла, и плюс у меня получилось, что я привлек подписчиков. Один подписчик пришел. Давайте посмотрим еще один популярный, вот 100 тысяч подписчиков. Здесь я тоже сделал сноску на свой основной канал. Давайте посмотрим аналитику. Так, здесь подписчиков мне не принес этот ролик. А тоже первое место. Фит короткие видео 97. То есть ролики, действительно, YouTube их замечает, но почему-то не все. Почему не все? То есть есть ролики, которые не продвигаются, которые не захватываются алгоритмами коротких видео. Давайте вот не у популярного посмотрим. Ну да, здесь только вот поиск на YouTube, потому что они в поиске есть по ключевым фразам. YouTube заработок, заработок на YouTube. Короткие ролики, они показываются в поиске. Так как, я так понимаю, большая часть трафика пошла через поиск, а фит короткие видео YouTube не отправил. Видите, вот он постепенно начал. Хотя, да, поиск сразу пошел. Смотрите. Может быть, поэтому он в короткие видео не ушел. Здесь нужно думать, нужно тестировать. В рекомендации тоже не уходят. Конечно же, основной источник трафика это фит короткие видеоролики. То есть мы с вами уже посмотрели, откуда могут просматривать. Вот здесь вот. Это и специальный раздел на главной, это на вашем канале, это в разделе рекомендации, в поиске и в фиде подписок. Мне важно узнать ваше мнение. Как у вас вообще продвигаются короткие видеоролики? Может быть, вы уже набрали свой первый миллион. Отпишите, обязательно в следующем видео зайду на ваш канал, посмотрим аналитику. И нужно понять, почему ролики некоторые вирусятся, а некоторые нет. Конечно же, у меня образовательный контент. И, возможно, поэтому объем поисковый, да, и вообще потенциал ниши, он низкий. Но, тем не менее, я считаю, все равно должен набирать больше, чем 22 просмотра. Ну, в общем, будем тестировать, анализировать. Но пока точно могу сказать, что не стоит объединять с основными роликами. То есть на одном канале, например, большой ролик, короткий, большой, короткий, большой, короткий. Хотя, если у вас есть успешный кейс, вы можете им тоже поделиться. Но пока я хочу на отдельном канале это делать, потому что я считаю, что аудитория разная, плюс и статистика будет она объединяться. Пока это все бета-тесты и нет точного алгоритма, как это будет работать и как скажется на канале в дальнейшем. Хотя, понятно, что мы хотим зарабатывать на шортсах, да, так как они сейчас уже и монетизируются. И вместе с вами мы будем это делать, поэтому не пропускайте дальнейшие видеоролики. Надеюсь, что-то вам стало сегодня понятно, что такое шортсы, что такое сюжеты, чем они отличаются, как они выглядят, как их использовать. И поделитесь вашим мнением в комментариях. Если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайки, ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из этой серии. С вами сегодня был Стас Быков, до новых встреч, пока, пока.